Новый садик в столичном микрорайоне Западный скоро примет первых детей. Во дворе уже готова игровая площадка. Качели, баскетбольное и футбольное поле для самых маленьких. Сейчас строительные работы продолжаются внутри. Здесь еще предстоит наладить коммуникации, завести мебель и детские игрушки. Садик рассчитан на 200 детей. Точно такой же практически готов в другом районе столицы. Воспитатели говорят, откроется он как раз вовремя. Пару лет назад в городе наблюдался всплеск рождаемости. И дети 2012 года рождения станут первыми, кого сюда приведут родители. Руководители евразийской интеграции интересовались деталями. Где дети будут спать, каким станет расписание работы местного пищеблока. Выяснилось, полдник, например, будет подниматься на этажи с помощью специального лифта. Каждый помощник воспитателей получает на свой этаж ту пищу, которая приходит к детям согласно их расписанию занятий. При поддержке России в Приднестровье возводят 12 социальных объектов. Кроме школ и детских садов, это здание медфакультета ПГУ, противотуберкулезные диспансеры, педиатрический стационар и новый роддом в столице. Эти проекты включают в себя в обязательном порядке принудительную вентиляцию приточную. Это очень серьезная инженерная задача была. Обеспечить нормальный режим, свежий воздух, кондиционирование летом. То есть комфортные условия на самом современном уровне для детей. И естественно, что все наши здания и детские сады и все остальные объекты построены с учетом очень высокой зоны сейсмичности. То есть сюда заложено 7+. На всех объектах абсолютно идут строительные работы. Не везде, конечно, гладко, потому что проблемы есть и с подрядчиками, есть проблемы с поставкой материалов. Но мы их решаем. Российский гуманитарный проект рассчитан до конца 2015 года. Все объекты здравоохранения и образования перед задачей укомплектуют оборудованием и мебелью. За Приднестровской стороной останется только набрать персонал – медиков и педагогов. Денис Мартыненко, Леонид Мостак, ТСВ.